Как сделать так, чтобы не самая свежая модель вновь оказалась в центре внимания? Все очень просто. Прикрутить пару опций, ограничить тираж и звучно назвать. Все, дело в шляпе. Примерно по такой же схеме пошли английские маркетологи, выпустив на рынок Land Rover Freelander 2 Dynamic Black. По сути, это тот же второй Freelander, но с некоторыми изменениями и лимитированным тиражом в 120 машин для российского рынка. Первые Freelander увидели свет в 1997 году. В его конструкции впервые в истории марки использовали поперечное расположение двигателя, несущий кузов и независимую подвеску всех колес. Существовало несколько базовых моделей первого поколения Freelander'ов. Пятидверный вариант и трехдверный с жестким или мягким верхом. Сегодня у меня на тесте представитель того самого ограниченного тиража, один из 120 Freelander'ов, шильдиком Dynamic Black на корме. Посмотрим, чем он отличается от своих собратьев, которые не столь быстрые и не такие черные. Внешне отличить его несложно. Панорамный люк, новые галогеновые фары со светодиодами и 18-дюймовые легкосплавные диски с контрастной окраской. Все остальные отличия внутри. У машины есть бесконтактный ключ, все по-взрослому, но на дверной ручке нет сенсора, который открывал бы дверь от прикосновения. Поэтому приходится искать брелок и нажимать на кнопку. Мелочь, а неприятно. Не ругайся. Отлично. В салонах Freelander'а такой версии бывает двух видов. Либо весь черный, либо черный низ и белый верх, как у нас. Плюс черные лакированные вставки из дерева дополняет сложившийся образ. В комплекте у нас есть секретка, которая почему-то живет в бардачке. В остальном, отличий от нового Freelander'а нет. Панель приборов со строгими циферблатами и многофункциональным 5-дюймовым цветным дисплеем. Центральная консоль тоже выполнена в стиле старших товарищей. 7-дюймовый сенсорный экран, с помощью которого управляешь аудиосистемой, и туда же выводится видео с камеры заднего вида. А вот сидение в ровере с шильдиком Black Dynamic удобное. Кожа, перфорация, электропривод, неплохая боковая поддержка. Здесь все в порядке. Ручник у Freelander'а стал электрическим, причем с дозируемым усилием, в зависимости от угла поверхности парковки. Появился блок управления климат-контролем, и тут же располагаются кнопки подогрева сидений. Нареканий нет, все интуитивно понятно и просто. Land Rover поддался всеобщей моде на аналоговые часы в салоне, но лучше бы этого не делал. Часики выглядят как дешевый пластиковый будильник с толстыми стрелками. Пластик могли бы поставить и стекло. Руль перекочевал с Discovery вместе с функциональными кнопками, к которым нужно привыкнуть. В экстремальной ситуации автоматически нажимаешь на центр руля, но не тут-то было. Вот эти дизайнерские полоски и есть кнопки звукового сигнала. Задним пассажирам скорее будет удобно, нежели наоборот. Места много, три человека помещаются. Но комфортно будет все равно только двум. Багажник Freelander не поражает своими размерами. Он весьма скромный для этого класса. Всего 755 литров. Но, впрочем, содержимое большой тележки с продуктами сюда поместится без проблем. А если разложить задние сидения, то уже получится довольно-таки неплохо 1670 литров. В крышке багажника нет электропривода. Закрывать приходится с трудом. Что сказать, сэкономили? Ехать за рулем второго Freelander очень удобно. Помогает высокая командирская посадка. Например, в пробке очень удобно. И видно, закончится она или нет. Сидение греется, как говорится, как у всех. Не очень быстро. А вот руль порадовал. Он становится горячим за считанные секунды. Очень огорчило отсутствие навигации. Ведь версия Dynamic Black позиционируется как топовая и эксклюзивная. И не поставить встроенную навигацию в какой-то дурной тон. Диаметр разворота весьма неплох. 11,3 метра. А вот расход топлива подкачал. По будничным московским пробкам это детище английского автопрома ест 22 литра отборного 95-го бензина на сотню. Это очень много. Относительно свободные выходные снижает этот показатель до 17 литров. Но до паспортных 8,7 литра на сотню в городском режиме очень далеко. Аудиосистема Meridian на 380 ватт с 11 динамиками и сабвуфером отрабатывает свои деньги. Ну, это мы сейчас проверим. Включаю радиостанцию Moscow FM. Такое ощущение, как будто бы ты находишься не в машине, а в концертном зале. 5 баллов не меньше. Но чувствуется, что эта машина создана не только для асфальта. Система Terrain Response, которая перекочевала сюда со старших моделей лендровера, способна на многое. И сейчас мы ее проверим. Дим, привет! Привет! Готов к тесту новой машины? Конечно! Тут такая пылья, что я уже на удивление чиркаю днищем. Ай! Дим, ну что, сейчас испытание горой? Да, только давай попробуем не ходом в нее заезжать, а медленно. Посмотрим, как у тебя работают электронные системы. Давай, сейчас выберу себе другую программу. Трава, гравий, снег. Все, еду за тобой, давай. А-а-а! Он только что чуть меня не врезался. Ой-ой-ой! Так, 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 так. Сейчас заберусь еще. Дим, ну заехала я нормально, но в какой-то момент она даже пробуксовала. Лимитированная серия внедорожника доступна с двумя вариантами двигателя. Двухлитровый бензиновый мощностью 240 лошадиных сил и дизельный агрегат объемом 2,2 литра, мощностью 190 лошадей. Первая передача, помощь при спуске. Теоретически она должна сама медленно спускаться. Ты можешь на тормоз даже не нажимать. Ничего себе! Слушай, она едет сама. Ехать с горки, не держа при этом ногу на тормозе, это очень экстремально. Второе поколение фрилендера появилось в 2006 году, и он показывал стабильно высокий уровень продаж по 47 тысяч машин в год. За всю историю выпуска второго поколения было сделано два рестайлинга в 2009 и 2013 годах. В 2015 нас ждет новое поколение этого внедорожника. Вот слышишь? Ну, это постукивает отбойнички, конечно. Так, в принципе, машина нормальная, подвеска глотает дорогу, в принципе, очень хорошо. В любом случае это кроссовер, но потенциал у него достаточно большой. Пробивает там крепко. А пробивает почему? Короткоходная подвеска. Маленькая длина амортизаторов, пружин. То есть больше рассчитана на асфальт, естественно, чем на пересеченную местность. Машину ловит сама. То есть я специально увожу ее в занос. Она буквально метр пролетает чуть в занос, и дальше срабатывает все равно система противозаносная, хотя она отключена. То есть на 100% контроль над автомобилем не дается. Вот эта система мне нравится. Обычно все эти помощники, они только мешают нормальному вождению или экстремальному. Здесь оно прям помогает. Я в восторге. Отлично. Настало время подвести итог. Плюсы у машины, несомненно, есть. Это хорошая проходимость, высокая посадка, интересное оформление салона. Но минусов тоже хватает. Совершенно неприличный аппетит, невнятный отклик на педаль газа. Ну и всякие мелочи. Отсутствие навигации, сенсорных ручек на дверях, автоматического привода багажника. Такая экономия на лимитированной комплектации Black Dynamic стоимостью в 2 миллиона рублей очень удручает. Land Rover Freelander 2 Dynamic Black звучит солидно, но не более того. Лично меня озвученные названия ввести в заблуждение не смогут. Передо мной добротный английский внедорожник, в котором сэкономили на мелочах. И неважно, каким бы брутальным водителем вы ни были, главное помните, тише едешь дальше, будешь.